...памятью сердца, и дело не обязательно, так сказать, в том, что вот именно это, да, именно это, напоминают, именно это. То есть, знающему человеку здесь чрезвычайно интересно, ну и незнающему человеку тоже очень интересно, поскольку вообще это непонятно, вообще непонятно. Вот мы сидели, разговаривали, и нам рассказывали, как была экспозиция толстовских рукописей в Корее, да, по листочку там показывали, в экспозиции были по листочку. И стояли, значит, люди, которые пришли на эту выставку в Корее, и, ну как там по-русски там написано, то иногда написано хоть Львом Николаевичем, но я не убежден в том, что там не было листочков Софьи Андреевны, вот, которые многократно переписывали его сочинения. И вот они с абсолютным изумлением смотрели на эту непонятную вязь, из которой, из этой непонятной вязи в конечном итоге, те, кто знает, и те, кто уже втянулся в эту вязь, в конечном итоге складывается вязь жизни целиком. Там они смотрят, там написано, там что-то, о, е, кто знает русские буквы, кто еще, чего. Вот, и все, значит, смотрят на это дело, как на магические знаки, да, извините меня, магические знаки. Это рукопись, с одной стороны, для специалиста это рукопись, а с другой стороны, для человечества это непонятно. как-то могло быть написано. Ну, непонятно, как, причем одним человеком, который еще все время, так сказать, сомневался, который все время думал, так, надо ли это дело вообще, не надо делать вообще. Там же он еще до конца своей жизни, когда его Софья Андреевна просил, Лёва, ну, пожалеет семью, детей, вообще себя. Напиши что-нибудь хорошее, человеческое, типа Анны Калининой. Напиши что-то, пиши что, черт знает что. Я ненавижу этот роман, я ненавижу этот роман, я ненавижу этот роман, действительно, который шел вообще вразрез со всеми идейными убеждениями Льва Николаевича. Со всеми, ну, с большинством он пытался все время, пока писал роман, и даже здесь я видел. «Меня волнует мысль семейная. Семейная мысль волнует». Нет! Если бы его волновала мысль семейная, он бы не написал всю эту магическую вязь, которая сама по себе не должна ничего выяснять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!